Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. Ликвидирован террорист, готовивший нападение на правоохранителей. В Карачаево-Черкесии выявлены новые факты преступных действий местных жителей. Служба лесной пожарной охраны Карачаева-Черкесии обеспечена специализированной техникой на 100%. Сегодня региональная служба получила 4 новые единицы. Имидж женщины-матери как фактор интеграции многополярного мира. Сегодня в Черкесске стартовал Международный женский конгресс. Офицеры России сегодня в Черкесске почтили память бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. В Карачаево-Черкесии выявлены новые факты преступных действий местных жителей, обвиняемых в нападении на сотрудников полиции. Сегодня ФСБ ликвидировало террористов Карачаева-Черкесии. По информации Центра общественных связей ФСБ России, боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. При задержании он оказал сопротивление, был нейтрализован ответным огнем. Он находился в ауле Адильхалк Ногайского района. Кражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, участник запрещенной в России международной террористической организации. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Карачаево-Черкесской республике в отношении пятерых местных жителей возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к совершению террористического акта и организации и участия в незаконном вооруженном формировании. По данным следствия, один из фигурантов организовал и возглавил на территории Карачаево-Черкесской республики незаконное вооруженное формирование, в состав которого вошли четверо его знакомых. Объединенных между собой религиозно-экстремистскими взглядами радикального характера. В составе указанной группы обвиняемые совершили в апреле текущего года два нападения на сотрудников полиции для хищения оружия и боеприпасов к нему с целью подготовки в дальнейшем террористического акта. В ходе боестолкновения 29 апреля фигуранты были ликвидированы. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Следователями следственного управления продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Пополнился автопарк региональной службы пожарной охраны Карачаева-Черкесии. Сегодня ключи от машин вручил заместитель председателя правительства республики Евгений Гордиенко и министр природных ресурсов и экологии региона Диана Качкарова. Приобретена техника в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». О плюсах новой техники узнала Альбина Ламкова. Удобно? Удобно. Удобнее, чем на иномарках. Лесопожарная техника огнеборцев обновлена на три грузопассажирских автомобиля. Еще приобретен прицепной модуль. Ключи от машин вручил вице-премьер республики Евгений Гордиенко. Он поблагодарил работников лесного хозяйства за их труд. Затем осмотрел машину и поинтересовался ее характеристиками. Ему рассказали о особенности эксплуатации. Транспортное средство оснащено с двойной кабиной повышенной проходимости. Машина предназначена для патрулирования лесов и других природных ландшафтов. А еще для перевозки людей и пожарного оборудования. Также в кузове находится бочка. В ней помещается 500 литров воды. Борт кузова откидывается. Боковые задние стенки тента сворачиваются и обеспечивают свободный доступ для работников лесного хозяйства и пожарных служб к оборудованию, размещенного внутри кузова. С бочки в ранцы можно набирать воду и в помпу тоже пускать. А в чем плюсы в новой машине? Комфорт, комфорт, кондиционер там. Ну и сидеть удобно вообще в этой машине. Во время продолжительного патрулирования лесов комфортабельные условия в салоне служат одним из плюсов машины, отметил Артур Махкаев, позволяющий эффективнее выполнять свою работу и защищать сказочный лес нашей республики. Здесь растет множество деревьев ценных пород. В интересах защиты лесных сокровищ Карачаева-Черкесии работники лесного хозяйства и пожарные службы на 100% укомплектованы необходимым оборудованием. Наверное, профилактика всегда лучше. 40% территории республики занимают леса, насколько мне известно. И вообще привлекательность нашей республики как раз связана с горной местностью, с лесной местностью. И, конечно, печально, когда происходят пожары. На сегодняшний день наличие лесопожарной техники составляет 52 единицы, что поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды, животных и людей. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. Имидж женщины-матери как фактор интеграции многополярного мира. Сегодня в Черкесске стартовал Международный женский конгресс. Он проводится уже в восьмой раз, и в этом году его принимает Карачаева-Черкесия. Посвящен конгресс году семьи, объявленному Россией Владимиром Путиным. Примечательно то, что, несмотря на санкции, в его работе принимают участие представители 25 зарубежных стран, в том числе и Европы. Мадина Каракетова продолжит тему. Конгресс инициирован Академией имиджологии. И основные вопросы, которые собираются рассмотреть и изучить, его участники будут посвящены имиджу современной женщины. Имиджа женщины деловой, женщины в науке, в искусстве, в семье. И вот восьмой конгресс посвящен конкретно женщине-матери. Поэтому разговор идет о том, что именно материнство является той особой интегрирующей силой, которая в многополярном мире, в котором мы живем, объединяет людей всех народов, всех стран, потому что эта проблема, она главная проблема для выживания цивилизации. Первая часть конференции была, можно сказать, ознакомительно-поздравительной. Его участников приветствовал заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Женебек Суюнов. Уверен, что работа Конгресса даст новый импульс для созидательных решений, еще больше объединить наше общество, укрепить институт семьи и материнства. Со словами приветствия обратилась к участникам Международного женского конгресса и самой очаровательной министр Карачаева-Черкесии, женщина-врач, мама двоих сыновей Динара Камурзаева. Она рассказала о мерах, реализуемых в республике и предоставляющих работающим мамам новые возможности и гибкие формы занятости. Президент Академии имиджологии Елена Петрова исполнила приятную миссию, вручила дипломы и подарки двум членам Академии имиджологии за вклад в развитие темы, связанной с имиджем женщины. Вторая часть конференции будет состоять из мастер-классов. У нас международные мероприятия, поэтому в рамках нашего мероприятия мы услышим мнение женщин разных стран, что очень приятно, что в условиях санкции не только страны бывшего СНГ к нам подключаются, и женщины рассказывают о том, как они видят эти меры поддержки, но и Франция, Бразилия, Италия, Тунис, страны от нас очень далекие, казалось бы, и в условиях санкций все равно вот эта тема объединяет народы, объединяет женщин, и мы услышим замечательных людей, которые подключатся и расскажут нам об этом. Это очень приятно. Международный конгресс женщин рассчитан на три дня, а поскольку в этом году он проводится в рамках года семьи, то его работа будет направлена на выработку определенных мер поддержки женщин-матерей и перевода их на федеральный уровень, чтобы женщины-матери во всех регионах России находились в одинаковых условиях поддержки со стороны государства, отметила Елена Петрова. Елена Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Россия соединяет сердца. На международной выставке-форуме «Россия» проходит Всероссийский свадебный фестиваль. Сегодня героями стали 12 пар из регионов Северокавказского, Южного федеральных округов, а также из Луганской и Донецкой народных республик. Среди них и наши земляки Евгения Авдиенко и Анастасия Бобровская из Зеленчукского района. Анастасия работает в местном ЗАГСе, а Евгений в специальной астрофизической обсерватории Иран. Для пар была подготовлена насыщенная программа, красочное шествие, церемония бракосочетаний и яркое выступление творческих коллективов, артистов и музыкантов, в том числе и из Карачаева, Черкесии. Кроме того, молодоженам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на торжественной церемонии старта года семи с участием президента Владимира Путина. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Анастасию и Евгения с замечательным и таким важным событием. И штормовое предупреждение в связи с наличием на некоторых участках автомобильной дороги Черкесск-Домбай угрозы падения деревьев МЧС напоминает соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы расскажем о задержании партии безакцизной продукции, мероприятии памяти бойцов СВО и скандинавской ходьбе. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза ночью и утром в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, ливнем, в сочетании с грозой и сильным ветром до 23 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-8, в горах минус 4, плюс 1, днем 13-18 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкесске ночью и утром кратковременная дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об обороте свыше 5000 бутылок водки без акцизов. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Карачаевска, подозреваемого в приобретении и хранении крупной партии немаркированной крепкой алкогольной продукции, которая была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила миллион рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают других лиц, причастных к обороту немаркированного алкоголя. Воскресить в памяти воинов, которые проявили мужество и героизм ценой собственной жизни. Освобождали мир от возродившегося фашизма. Сегодня в Черкесии на базе колледжа СКГ прошло памятное мероприятие, на котором почтили память бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Алла Качиева подробнее. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал военно-патриотический фестиваль, посвященный памяти героя России Канамата Баташева и всех погибших в зоне специальной военной операции. Прославленному летчику 20 мая исполнилось бы 65 лет. Он ушел добровольцем сражаться с украинскими неонацистами и погиб, выполняя долг перед государством и сохранив жизни российских бойцов. Он наш земляк. И я очень горда, что в нашей республике есть такой человек, был такой человек, который был достоин такого высшего звания нашего государства. Который прожил свою жизнь с достоинственной честью. Десятки бойцов-земляков героя Канамата Баташева и сегодня также защищают родину и сражаются в зоне спецоперации на передовой. Некоторые, к сожалению, так и не вернулись домой живыми. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания. Участники мероприятия – студенты средних специальных учебных заведений республики, старшеклассники и их преподаватели. В зрительном зале – почетные гости. Участники боевых действий в Афганистане. Идея проведения мероприятий принадлежит руководству региональной общественной организации, офицеры России и представителям СУЗов республики. Эти мероприятия необходимы для чего? Для того, чтобы молодежь видела, помнила, чтила тех, кто отдает свои жизни во имя будущего нашей страны. «Быть воином, жить вечно», – писал Николай Гумилев. Ребята, охраняющие мир и покой миллионов людей, навсегда вписали свои имена в историю. Со сцены звучат трогательные стихи и поэмы, известные песни военных лет в их честь. «Помни зиму нашу войны, когда-то, как вы родились в белых журавлей». А еще студенты представили небольшую инсценировку начала Великой Отечественной войны. Молодые люди донесли до зрителя главную мысль и значение военно-патриотического фестиваля. Во все времена весь российский народ всегда, как один, вставал на защиту Родины. Быть такими же достойными гражданами своей страны, истинными ее патриотами, продолжая славные традиции предков, пожелал и брат героя России Канамата Ваташева, Мурадин Хусеевич. У него принцип и девиз жизни был таков. Помнить прошлое, опираться на настоящее, смотреть в будущее и не останавливаться в развитии. И он, соответственно, это притворял реальную жизнь. И я вот сегодняшним ребятам пожелал то же самое, чтобы они не останавливались в своем развитии. Алла Качиев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Русский язык и литература, вопросы изучения и преподавания. Сегодня в Карачаево-Черкесском госуниверситете стартовали 20-е Кирилло-Мефодьевские чтения, приуроченные Дню славянской письменности и культуры. На Всероссийской научно-практической конференции лингвисты поднимали такие вопросы, как сохранение и развитие языка в цифровую эпоху, методика обучения в средней и высшей школе, различные исследования в контексте филологических наук. Впереди выходные. Многие любители во всемирный день скандинавской ходьбы выйдут на улицы, чтобы продемонстрировать свое отношение к активному и здоровому образу жизни. Энтузиасты Карачаева-Черкесии проводят различные мероприятия по ходьбе с палками для привлечения новичков к этому прекрасному фитнесу. Мастер-классы и праздничные занятия. Стоит отметить, что скандинавская ходьба становится все популярнее в нашей республике. В Черкесске есть целое сообщество тех, кто увлекается этим видом спорта и присоединиться к ним могут все желающие. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Всего доброго и до встречи в эфире.